МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире дачные советы. Великолепная стоит погода. Минус 3 днем, минус 5 ночью. Это самое то время, когда можно начинать укрывать виноград, дежевику и теплолюбивые декоративные растения. Вот в основном сегодня об этом в нашей программе. Вот передо мной виноград. Мы вместе с вами положили доски к доскам, нагнули связанные в пучок, называются это фашины, лозы. И теперь закрываем сначала корневую систему каким-то сыпучим, сухим материалом. Это очень важно. Я для укрытия выбрала торф. Вот он, видите, какой сухой. Он не смёрзнется в комки, а будет действительно надёжно укрывать корневую систему. Вот на такие небольшие кустики винограда, им 2 года, уйдёт по 2-3 ведра торфа. Поэтому покупаю вот такие большие упаковки сухого, нейтрального торфа. Весной торф разгребёте и оставите под кустами винограда. И он будет работать как великолепное мульче. Вот, слоем в 10-15 сантиметров. Вот так мы его раскладываем. Окучиваем наши кусты. Так, теперь кладём под каждое растение, вот я называю грильяш конфетки. Это мор для мышей, обязательно. Потому что даже и лапник не поможет доберуться до кустов. Так, кладём по одному брикету на каждый куст. Так, теперь внимание, корневую прикрыли, сверху ещё. И сами лозы мы должны прикрыть лапником. Лозы не так боятся морозов, как корневая система. Поэтому можно их самих не прикрывать, не прикапывать ничем. Лучше сохраняться. Вот я укладываю теперь лапник. Весной с этого лапника все иголки оборвём и внесём под землянику, чтобы ягоды не лежали на земле и не гнили. Всё будем использовать на 100%. Обращаю внимание новичков. Вот если вы тоже сделали поливные трубки, вставили под виноград, нужно забить их тряпками, концы которых вот сюда выправить. Вот, чтобы мороз не прошёл к корневой системе. Вот так. А весной за этот вот кончик тряпки, здесь у меня спонбонд, вытащим это и через них будем проводить полив винограда. И теперь у меня были куски поликарбоната. Накрываю, сложив домиком грядку. Посмотрите, как здорово. Там теперь будет сухо, туда не будет попадать влага. Вот, 21 ноября будет день Михаила Архангела. Как всегда, вот теперь в это время. Всё ведь это ещё может растаять. Поэтому вот такое сухое укрытие. Сказали, виноградаре Калашниковы лучший вариант. Будем стремиться к лучшему. В чём смысл? Ещё раз повторяю. Не в том, сколько навалить земли, мокрый он гниёт. Виноград там. Смысл в том, чтобы над лозом винограда был воздух. Тогда он никогда не подопреет. Пока температура воздуха днём не опустилась ниже минус 5, вот в таком виде с открытыми торцами оставляем поликарбонат. Будет холоднее. Сложу спонбонд пару раз. У меня очень много старого. И закрою, и торцы, и здесь всё ещё закрою. И винограду будет очень хорошо и уютно. Так, рядом с виноградом, здесь по соседству у нас ежевика тормфри. Её тоже нужно укрывать в зиму. Начало то же самое. Берём торф сухой. Самый дешёвый вариант. Ведро 33 рубля. Видите, он такой рассыпчатый. Он не смёрзнется в ком. Это главное условие. Засыпка должна быть сухой. И укрытие называется сухое. А нём мокрой землёй окучиваем. И не влажными опилками. Три ведра торфа уходят сюда. Закрыли корневую. Теперь закрываем связанные в пучки побеги. Лапником. И пока всё как у винограда. Не забудьте положить мор. Дальше посмотрите, как поступаете. Берёте дуги, ставите и накрываете спонбондом. Будет холодно двумя-тремя слоями. Старого спонбонда, ведь много у всех наверняка. Не у всех же есть поликарбонат вот такой. Также виноград можно укрыть. Поняли? Вот. И теперь осталось только закрепить это всё. По краям доски положим. Чтобы не сдуло ветром. И нашей ежевике будет тепло. И главное сухо. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефону в Самаре 972-70-95 и 925-84-33. Тольятти, 679-094. А теперь позаботимся о теплолюбивых декоративных растениях. Это розы, конечно, клематисы, гортензии. Так, и хвойники пора уже связать. Иначе под снегом, под тяжелым они могут поломаться, потерять форму. Подробнее о том, как укрыть декоративные растения в зиму, расскажет Вера Викторовна Глухова. Отправляемся к ней на дачу. Здравствуйте, дорогие друзья. Готовим растения к зиме. И как же укрыть розы, чтобы они лучше перезимовали? Мы перепробовали много разных вариантов. И лапником укрывали, и укрывали спонбондом. Ведь еще надо учитывать особый микроклимат в каждом месте. Даже в Самарском регионе разный микроклимат. Около Волги одна погода. Здесь может быть абсолютно другая. У нас есть кондурча, и поэтому может холод идти от реки. Вот розы, видите, мы не стали обрезать очень низко. Весеннюю обрезку уже будем формировать так, как нам нужно. И будем обрезать уже ранней весной. Берем просто торф. Можно было окучить землей, либо же взять, использовать торф. И обсыпаем. Торф ложится очень мягко. Видите? Укрывает. Весной этот торф мы просто разгребем, и все. И вот таким вот образом мы каждую розу закроем. То есть корневая система будет защищена. И сверху закрываем двумя слоями спонбонда. Если у вас спонбонд есть на 60 микронов, достаточно одного слоя. Здесь чуть потоньше, 30 микронов. Поэтому мы возьмем два слоя, и два слоя спонбонда укроем все розы. И самое главное, конечно, вот так вот пришпилить. И в прошлом году вот мы пробовали закрыть розы кашпо. Тоже великолепно зимует. Но сначала точно так же, смотрите, присыпали торфом корневую систему. Взяли кашпо и просто сверху накрыли. Розы будут великолепно так зимовать. Ни одно растение не погибло в прошлом году. Здесь вот на сетке, вот она искусственная сетка. На сетке плетистые розы были на заборе. Просто их спустили вместе с сеткой, уложили. И самое главное, надо уложить пока теплая погода. Иначе потом они просто становятся жесткими, ломаются. Уложили, засыпаем корневую тоже торфом обязательно. И сверху спонбондом. Вот таким образом они уже зимовали здесь. Я думаю, эту зиму тоже они хорошо перезимуют. Очень красивая туя, но если ее не завязать, она вот так вот под тяжелым снегом может сломаться. И вся красота туи уйдет. А мне бы хотелось, чтобы она весной тоже была красивой. Во, вот, Олег, во, прекрасно, молодец. Давай. Вот таким вот образом будет туя зимовать. И, конечно, не развалится, не сломается. А весной развяжем и все. Ее укрывать не будем. Они уже привыкли, они должны адаптироваться и хорошо зимовать. А эту ель мы ничего не будем с ней делать. Вот она растет и таким образом вот зимует. Вот здесь плодовый сад, довольно молодой. Но в этом году уже деревья плодоносили. И мне бы хотелось, конечно, чтобы они хорошо перезимовали. Побелили, но побелка, видите, все равно сходит. Но есть еще один способ, чтобы сохранить эти деревья. Берем мешок из-под сахара и обматываем валы яблонь. Не только яблонь, всех плодовых растений. Первое. Защищается, естественно, от солнца, не получает солнечные ожоги. Защищаем от грызунов. И еще небольшая защита от холода. Так. И обматываем дерево как можно выше. Чем выше, тем лучше. Вот. Все. И обязательно веревкой завязываем, чтобы всю зиму продержалась. Таким образом защищаем все плодовые. В принципе, это может быть и для более взрослых растений. Главное, не лениться. Эта работа не занимает много времени. Зато все растения будут защищены. А как только растает снег, вы убираете эту пленку. Потому что они могут спреть. Конечно, мы защитили от грызунов. И все-таки зимой они ищут, чтобы поесть. И вот от мышей вот такую отраву раскидываем. Все. Закрываем. И таким образом мы защищаем все плодовые растения. Я желаю вам здорового, красивого, цветущего сада в следующем году. Магазины цветы садового центра Веры Глуховой предлагают комнатные цветы и средства ухода за ними. Кашпо. Семена овощных и цветочных культур. Удобрения. Почву грунты. Инвентарь. Телефон для справок 331-06-06. 331-06-06. Добрый вечер, уважаемые дачники. Я предлагаю вам уже сейчас начать готовиться к новому посадочному сезону. Сегодня я хотела бы с вами рассмотреть сорта и гибриды, которые появились в магазинах для удовлетворения любых потребностей дачников. Первое, это, конечно же, томаты для консервирования засолки. Маленькие томаты. Мы их еще называем как черри-томаты. Или небольшие томатики, вес которых до 50 грамм. Данные томаты таких сортов, как закусочка и барбарис, очень сладкие, ароматные, в баночку помещаются идеально. И самое главное, они хороши в свежих салатах. Следующий, так назовем, обыкновенный вид томатов, к которым мы уже привыкли, это раннеспелые сорта томатов, средненьких, небольших, до 150-200 грамм. Которые удобно и применять для салатов, и для консервирования, и приготовления различных закусок. Сегодня, обращая внимание на такие сорта голландской селекции, это Флорида 47 и Дол Ирли. Раннеспелые, детерминатные сорта с небольшими плодами, самое главное, с плотной кожицей. Также, обращая ваше внимание на такие сорта, как Добрыня Никитич, сахарный, непосынкующийся и Вольверин. Эти томаты также раннеспелые, также небольшой массы 100-200 грамм. И очень замечательно подходит для универсального использования. Ну и, конечно, все наши садоводы часто хотят самый-самый скороспелый урожай. Для этого предлагаю вам приобрести вот такие два замечательных сорта. Скороспелка красная и скороспелка розовая. От сходов до созревания плодов проходит всего лишь 103 дня. Плоды у них небольшие, 75-100 грамм где-то, да. И вот посмотрите, какой замечательный насыщенный окрас. Ну и следующий, третий вид томатов, это так называемые биф-томаты или крупноплодные. Это те томаты, вес которых превышает 250 грамм. Данные томаты отличаются тем, что там высокое содержание сухих веществ, сахаров, бета-каротина. Обращая ваше внимание, ну, на такие сорта замечательные, как короли. Не просто их так назвали. Король ранних, король крупных и король Сибири. Посмотрите, какие насыщенные плоды, крупные, мясистые. И все они достигают весом до 1 килограмма. Также в этой группе биф-томаты обращай внимание на новинки, такие как брутус и пузата-хата. Они крупные, ребристые, мясистые и, самое главное, очень-очень сладкие. Ну и следующая линейка для любителей вкусных крупнофлодных томатов, это томаты Царевич, Клондайк и Андреевский сюрприз. Все они весом достигают до полукилограмма. Все они мясистые, все они сладкие. Находите время, читайте информацию и подготавливайте уже к новому посадочному сезону. Желаю вам солнца в душе и богатого урожая на вашей даче. Компания «Спарк» и магазины «Коробейник» предлагают семена овощей и цветов известных производителей. Сингента, семена Алтая, евросемена Аэлита, Сидек, НК «Русский огород», грунты, регуляторы роста растений, принадлежности для выращивания рассады и все необходимое для дачи и дома. Здравствуйте, друзья! Сегодня я продолжу рассказ об М-пластмассе, о которой я начинала рассказывать в прошлой передаче. В М-контейнерах крышка изготовлена из М-пластмассы, которая подавляет патогенную микрофлору, приводит в норму биологические поля продуктов, поэтому продукты, помещенные в данный контейнер, дольше хранятся. На твердых сырах не появляется плесень до полутора месяцев, если их положить в холодильник в контейнеры. Вкус продуктов становится ярче, натуральнее. Такой контейнер хорошо будет хранить продукты для еды на работе и детьми в школе. В М-салатницах образуется зона повышенной сохранности продуктов и улучшения их вкуса. Свежесрезанная зелень может храниться без осклизнения, до трех недель без холодильника. И салат, смазанный майонезом, несколько дней. Также у нас имеется М-крышка. В банках, закрытых М-крышкой, солености не плесневеют, молоко долго не киснет и структурируется вода. М-диски для холодильников. Увеличивают сроки хранения продуктов и ликвидируют запахи в холодильнике. М-диски для сохранности срезанных цветов. Также их можно положить во все банки с крупами. Не заведется пищевая моль и червячки. Хлеб и любые продукты очень хорошо сохраняются в М-пакетах. И я считаю, это самое лучшее хранение вашего урожая, даже если у вас нет погреба в М-пакетах. Обо всем не расскажешь. Поэтому приходите к нам в Центр природного земледелия Ларисы Малайной. У нас есть очень много интересного. Я желаю здоровья вам и вашим растениям. Используйте то, что вам дарит природа. Центр природного земледелия Ларисы Малайной предлагает семена овощных, цветочных, зеленых культур, М-товары, грунты, удобрения, фитолампы. Все для выращивания рассады. Телефоны для справок. 9 545 165 2 252 305 Субтитры создавал DimaTorzok